В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. 6 тысяч саженцев сосны высадили в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы». За эти 9 лет уже более 40 тысяч жителей Ленинского городского округа приняли участие в акции «Лес Победы». Обследоваться быстро и с комфортом. В Южной поликлинике поселка Дрожжино проходит диспансеризация для людей старше 60 лет. Спасибо. Накормили, напоили, полечили. Мы очень рады. Гуманная и благородная профессия. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Работу свою любите? Да, конечно. Любим. Уважаем свою работу. В Ленинском округе прошла традиционная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». На площади в полтора гектара вблизи деревни Андреевская сегодня высадили 6 тысяч саженцев сосны. На месте событий побывала наша съемочная группа. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится каждую весну по инициативе губернатора Московской области. В Ленинском городском округе она стартовала вблизи деревни Андреевская. Участок для старта акции «Лес Победы» был выбран не случайно. Именно здесь в прошлом году произошли пожары и сгорело около 9 тысяч деревьев. В экологическом мероприятии приняли участие более 200 жителей муниципалитета. Для восстановления леса на площади в полтора гектара высадили 6 тысяч сосновых саженцев. За эти 9 лет уже более 40 тысяч жителей Ленинского городского округа приняли участие в акции «Лес Победы». Посадили более 9 тысяч саженцев. Это фактически целый такой объемный лес. Ну и помимо того, что лес это наши легкие, конечно, здесь мы чтим память наших героев, наших предков. Нет семьи, кого бы ни коснулась Великая Отечественная война. Хорошая такая акция, которая позволяет вспомнить своих предков, посадить дерево. А дерево – это символ жизни, символ памяти о наших героях. И, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить с праздником, 9 мая, с Великой Победой. Еще одна важная идея акции – воспитание патриотизма молодого поколения. Сохранение памяти о подвиге людей, которые ценой своей жизни и своим трудом добились победы в Великой Отечественной войне. Студент юридического факультета «Амаяк» – постоянный участник подобных мероприятий. Полезно для общества тоже получается. То, что некоторые вот так деревья берут, срубают, просто так, тоже неправильно. Вот пытаемся засадить деревья, чтобы экология лучше была. Акция продлится до 26 мая. Со следующей недели будут организованы мероприятия по посадке деревьев на 53 площадках муниципалитета. Общее количество – это где-то порядка 15 тысяч саженцев, включая Гослисфонд. То есть здесь 15 числа еще продлится акция, еще будет высажено около 8 тысяч саженцев. И дальше уже в муниципалитете около 2 тысяч будет высажено на территориях образовательных учреждений, и их около 3 тысяч будет высажено на дворовых территориях. Всего на территории Ленинского городского округа будет высажено порядка 15 тысяч различных хвойных и лиственных деревьев, а также кустарников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Южной поликлинике поселка Дрожжино стартовала акция по диспансеризации жителей муниципалитета старше 60 лет. До конца года по будням здесь будут созданы все условия, чтобы пенсионеры могли пройти необходимых врачей. Первыми новую систему медицинского обслуживания опробовали жители поселка Володарского. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Так, сатурация у нас хорошая, 99 процентов, СПО 99 процентов, так, пульс 88. 72-летняя Мария Голованова за здоровьем следит, но чаще в домашних условиях, ведь в родном поселке Володарского амбулатория небольшая, и многих специалистов там просто нет. Ездить в поликлиники других поселений округа пенсионерке не на чем, да и тяжело, возраст. Поэтому над предложением с комфортом на микроавтобусе поехать в Южную поликлинику в поселке Дрожжино, чтобы пройти диспенсеризацию, Мария Николаевна долго не думала. Мы все прошли и анализы дали, врач мне понравился, терапевт. О, все хорошо. Что-то новое про свое здоровье узнали? Ну, новое то, что мне не надо такие таблетки пить, терапевт сказал. Теперь будете дальше, да, обращаться? Мне нужно обратиться к неврологу. Таких, как Мария Голованова, в этот день в Южной поликлинике было больше дюжины. В основном это участники губернаторской программы «Активное долголетие» поселка Володарского. Им посчастливилось стать первопроходцами акции по диспенсеризации людей старше 60 лет. Ко мне обратился заведующий нашего Володарского амбулатория Осанов Тимур Мадасирович. И рассказал, что у нас идет диспенсеризация, что нам из Центра Веры дадут автобус. И надо собрать было людей. Долгу уговаривать их не пришлось, потому что диспенсеризация, она необходима для людей всегда. Акция по диспенсеризации пожилого населения в Южной поликлинике поселка Дрожино продлится до конца года. Доступна каждый будний день. При поддержке руководства Центра Вера автобусы будут централизованно привозить группы людей из разных уголков Ленинского округа. В медицинском учреждении пенсионеры смогут получать широкий спектр услуг. Они сдали кровь на необходимые показатели, прошли кардиограмму, флюорографию, маммографию, консультацию терапевта, измерение глазного давления, артериального давления, сбор анамнеза. И, соответственно, через несколько дней уже будет полное заключение. Свои заключения участники акции смогут получить в амбулатории своего поселения. Весь процесс диспенсеризации у пенсионеров занял не более двух часов. Врачи такие чуткие, выслушают хорошо, что надо, посоветуют. Так что довольно, в общем, не зря приехали, время здесь побыли. Очень хорошо, мне понравилось. Довольные остались не только пациенты, но и врачи Южной поликлиники, которые максимально старались создать все условия для удобства пожилых людей. Спасибо, накормили, напоили, полечили. Мы очень рады. Юлия Погосян, Кирилл Аванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Жители 1-й набережной улицы, что в Расторгуевской части Видного, давно мечтали о благоустройстве единственной пешеходной зоны, ведущей на железнодорожную станцию и к остановке автобусов. Местный депутат, отдел благоустройства, начальник территориального отдела разработали план развития зоны общественного пользования. А недавно советам депутатов округа были выделены необходимые средства. Но вдруг появились препятствия. Что случилось и будут ли проведены благоустроительные работы в материале Татьяны Брыловой? Я здесь родилась, у меня внуки здесь родились. Мои родственники сюда приехали, предки, сто лет назад. Реально, сто лет, почти сто лет назад. Поэтому я считаю, меня здесь все касается. Но даже чувствуя себя полноценными хозяевами своей земли, местные жители недоумевают, каким образом часть территории общего пользования вдруг перешла в частные руки. Елена Блинова, так же, как и Татьяна Коткова, прожила здесь всю свою жизнь. Помнит сама и по рассказам родителей историю этого уголка Расторгуева. После войны эта улица была проезжая, здесь была конюшня, здесь двигались повозки с запряженной лошадьми, машины ходили. При строительстве переезда эта улица стала окончательно пешеходной, и это наш единственный выход. Мы два года добивались ремонта этой улицы, и на сегодня в администрации есть постановление о выделении миллиона шестисот тысяч на ремонт конкретной улицы, которой мы пользуемся. Многие жители, когда строили наше видное, первостроители города, они вернулись после войны и сажали эти деревья, могу говорить, а их сейчас спилили. Адвокат Ксения Пахомикова представляет интересы местного жителя, инвалида второй группы Ивана Александровича Данилова. На сегодняшний день мы столкнулись с тем, такие подобные объекты, с тем, что массово эти участки были поставлены на кадастровый учет, и на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что вот эта улица, она занята. Мой доверитель имеет активную гражданскую позицию, он переписку ввел с 2016 года по поводу благоустройства этой территории. В этом году ответили, что миллион шестьсот около того выделены на благоустройство этой зоны. Но в марте месяце здесь появился гражданин, который вот начал здесь активно все это, в общем-то, осваивать, и, несмотря на определение суда, говорить о том, что они его не касаются. На одну из последних встреч жители пригласили представителя администрации муниципалитета Андрея Гузова. Он подтвердил, что земли общего пользования не могут передаваться в частную собственность. Мы, земельное управление, не принимали решение о предоставлении данного участка. Когда стали разбираться, выяснилось, что границы установлены на основании решения суда. По словам Андрея Гузова, администрация подала иск в суд на исключение из Росреестра границ данного земельного участка, предоставив основание, что границы установлены неправомерно. Чиновник считает, что есть все шансы отстоять территорию. Во-первых, береговая полоса, это пятиметровая зона от ручья, она не может находиться в частной собственности. Она предназначена для прохода неограниченного круга лиц. Администрация никогда бы такой земельный участок не сформировала бы и не выставила бы на продажу. По инициативе Ивана Данилова местные жители решили присвоить этой пешеходной дорожке статус аллеи памяти. Каждый готов сам выйти и поучаствовать в благоустройстве. Но пока перед ними стоит первоочередная задача – вернуть в муниципальную собственность участок земли, захваченный незаконным путем. Это необходимо, важно, и здесь необходимо идти до конца. И здесь позиция администрации, и моя, и советы депутатов, мы не оставим это так. На сегодняшний день решением суда наложен арест на регистрацию и переход права, а также запрет на строительные или иные работы на данном участке. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. А значит, сегодня есть прекрасный повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных и благородных профессий. Не только сегодня, в Международный день медицинской сестры, но и ежедневно медсестра Видновской детской поликлиники. Нарбике Джентемирова идет на работу, как на праздник. Помогать именно детям – ее давняя мечта. И своих маленьких пациентов, а их более тысяч, Нарбике любит и многих знает по именам. У меня очень большой участок. У меня я и в городе, у меня участок. Мои дети, и в расторгу, и во все мое я веду своих детей. Хорошо мне. Работу свою любите? Конечно. Любим. Уважаем свою работу. Уже более четверти века в профессии медицинская сестра Елена Казакова, которая работает с онкологическими больными. Это направление считается одним из самых сложных. Часто медсесты приходится быть и психологом, ведь доброе слово – тоже отличное лекарство. По словам Елены, увидеть радость и надежду в глазах пациентов для нее – главная награда. У нас сложные пациенты, потому что они борются за свою жизнь. Это не самая простая профессия, не самая легкая, но я очень рада, что я в ней оказалась. Больше года практически в экстремальных условиях трудятся медсестры из красной зоны Видновской районной клинической больницы. Смены в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты длятся по 24 часа. Старшая сестра операционного блока ВРКБ Екатерина Бардышева, координирующая работу 17, медсестер рассказывает, что основная задача – это полная готовность операционных к работе в любую минуту. Мы работаем в экстренном режиме, но так как у нас есть все необходимое для данных операций, нам звонит врач, хирург или травматолог, нейрохирург и мои сестры в течение 50 минут. Чтобы поздравить своих коллег, на интервью к нам из красной зоны вышла главная медицинская сестра ВРКБ Наталья Сушкова. Медицинские сестры – это люди с открытой душой и с искренним желанием помочь. Медицинская сестра – это самая крупная опора медицины. Поэтому в этот день хочется пожелать нашим девочкам огромного счастья, любви, здоровья, всего самого наилучшего, потому что они у нас самые лучшие. Присоединяются к поздравлениям и благодарные пациенты. Самое главное – здоровье. Они делают огромный труд. И хочется пожелать, чтобы все были здоровы, чтобы поменьше у наших медсестер было работы с праздником. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Продолжаются мероприятия по чествованию героев Великой Отечественной войны. Для ветеранов войны и труда Ленинского округа провели акцию «Цветы Победы» и организовали праздничный ужин. Подробности в нашем репортаже. На торжественные мероприятия пригласили 29 ветеранов войны. Для героев Великой Отечественной организовали ужин и концертную программу. Подвиги героев, которые ушли от нас на полях сражений, которые вернулись и отстраивали заново нашу страну. И тех, кто сегодня рядом с нами в нашем строю. Для почетных гостей праздника выступил артист театра и кино Олег Гончаров. В его исполнении прозвучали стихи и песни военных лет. Концертную программу продолжили воспитанники детской группы балета «Тодос Видное». Танцевальная композиция, посвященная Великой Победе, растрогала сердца многих ветеранов. Героев Великой Отечественной войны поздравили и ученики Лопатинской школы. Ребята подарили ветеранам около 30 букетов из искусственных цветов и конфет. Торжественные мероприятия продлятся до конца мая. И у всех желающих еще есть возможность поздравить ветеранов с любимым праздником. Галина Житкова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»